Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галины Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре продолжается ремонт дорог. На аэропортовском шоссе укладывают новый асфальт, а на Смышляевском шоссе фрезеруют старое покрытие. Восстановление благоустройства двора, проект комплексного развития территории, а также другие коммунальные вопросы. Депутат Госдумы Александр Хинштейн провел личный прием граждан. Основная причина аварии – неправильно выбранная скорость. В Самаре стартовала Всероссийская социальная кампания «Продвижение безопасности», призванная снизить число ДТП. Мастерство без лишних движений. В Самаре прошел пятый открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по традиционному и спортивному каратэ. В Самаре продолжают подключать к теплу объекты жилищного фонда. Напомним, что подачу тепла в дома начали с 1 октября, не дожидаясь резкого похолодания. По результатам первой недели 5534 дома, это больше половины, уже получают тепло. Продолжают запитывать и социальные учреждения. Самара утепляется. Напомним, с 25 сентября в городе начался отопительный сезон. В приоритетном порядке первыми начали поэтапно подключать социальные учреждения. А с 1 октября ведутся работы по подаче тепла в жилые дома. Пока все идет в плановом режиме. Социальная сфера достаточно активно подключается. Но погода пока, опять же, подчеркиваю, благоприятствует. Сегодня, наверное, у нас последний теплый день, когда температура будет достигать 24 градусов. Дальше у нас идет снижение. И, я думаю, темпы будут значительно более сильнее. Запуском систем непосредственно в домах, которым теплоноситель подведен, занимаются управляющие организации УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН. При этом процесс остается на непрерывном контроле и со стороны администрации Самары, Ростехнадзора, администрации внутригородских районов. Ряд управляющих компаний уже включили отопление во всех жилых домах, находящихся на обслуживании. Жители, у которых есть отсечные краны, терморегуляторы могут самостоятельно настраивать температуру в квартирах. Также, с учетом погоды за окнами, регулировкой температуры теплоносителя занимаются профильные службы. Все дома, находящиеся у нас в обслуживании, были запущены. Температурный уровень регулируется подачей теплоносителя от теплоисточника, который является котельная, привокзальная, ГРЭС. Есть у нас в нашем фонде дома с автоматической системой регулировки, которые также сами по себе в теплоузле стоят. Автоматические клапаны, которые регулируют по датчику температуру наружного воздуха, прибавляют или убавляют. В принципе, дома еще не холодно, даже дворчики открывают на улице тепло. Поэтому все терпимо, ждем. Большой объем работ выполнен и в части подключения социальных объектов. По состоянию на утро 8 октября теплом обеспечены 673 соцучреждения первой категории. Это более 84%. К ним относятся учреждения здравоохранения, опеки и попечительства, а также сферы образования, школы и детские сады. Например, в детском саду номер 394, расположенном в Октябрьском внутригородском районе, отопительный сезон начался еще 26 сентября. Это учреждение посещают 267 воспитанников, персонала – полсотни человек. Подготовка к старту подачи теплоносителя была организована своевременно. Кроме того, в прошлом году в подвале детсада была произведена замена отопительных труб. В детском саду тепло, комфортно, уютно. Детки ходят в шортиках, маечках и платьях. Детский сад к отопительному сезону был готов полностью. Подключены все помещения детского сада. Среди социальных учреждений второй категории, а это вузы, сузы, учреждения культуры, спорта и дополнительного образования отапливаются 188, что составляет почти 46%, по данным на утро вторника. На особом контроле – состояние объектов, на которых завершается перекладка магистральных теплосетей. На шести участках теплотрасс, в том числе на улицах Пензенской, Старозагора, заканчивается сборка монтажных схем и идет восстановление благоустройства после вскрытий. Но на подачу отопления это не влияет, заверяют специалисты. На всех объектах заранее были приняты меры. Надземным способом проложены временные трубопроводы, чтобы тепло поступало в дома и другие здания без ограничений. В диспетчерской департаменты городского хозяйства и экологии по телефону уже принимают обращения по вопросам подачи отопления. Пока их немного. В ближайший понедельник, 14 октября, планируется открыть работу горячей линии и во всех районных администрациях. Полина Чулякова, Николай Епифанов. События. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел прием граждан. Председатель региональной общественной организации помощи детям с онкогематологическими заболеваниями рассказала о том, что в областной детской больнице имени Ивановой дефицит площадей, в том числе в оперблоке и отделении реанимации. Вячеслав Федорищев напомнил, что на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил главе государства о дополнительных мерах поддержки здравоохранения. Речь в том числе шла о строительстве объектов, связанных с борьбой с онкозаболеваниями. Планируется возвести хирургический корпус на 200 мест в областной детской больнице и новый корпус онкологической больницы в Тольятти. Поддержка главы государства получена. Благотворительный фонд выступил инициатором строительства инклюзивного городка для людей с ментальными особенностями здоровья. Для этого необходимо выделить земельный участок. Вячеслав Федорищев обещал оказать содействие. В рамках региональной недели депутат Госдумы Александр Хинштейн провел личный прием граждан. Жители города обратились с просьбой посодействовать в различных вопросах коммунального и бытового характера. Какие решения были найдены, расскажем в нашем сюжете. Жители Кубышевского района обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну с просьбой посодействовать с благоустройством детской площадки у дома номер 135 по Белорусской. Она пользуется популярностью у родителей ближайших домов, поэтому активным жителям хочется, чтобы место соответствовало званию точки притяжения. Еще и песок с игровой зоны ветром часто приносят к подъездам. Этот вопрос районные власти решат до конца осени. Есть у меня уже расчеты, каким образом тут ограждение сделать. Сами металлические ограждения и плюс вот такие вот вставки туда сделать. А вот благоустройство самой площадки будут выполнять по существующим федеральным или региональным программам. В ближайшее время подберут вариант, при котором ремонт можно выполнить быстрее уже в следующем году. В случае необходимости постараются привлечь социальных партнеров и инвесторов, чтобы сделать качественную игровую зону. Надеюсь, что мы достаточно быстро сумеем решить вопрос с размещением там новой детской площадки. Я сам был месяц тому назад, сам обратил внимание. Также вопрос привлечения различных программ по благоустройству решат с жителями Октябрьского района. Инициативная группа самарцев, проживающих на перезвечении улиц Часовой и Рашевского, представили депутату свой проект реконструкции небольшой зеленой зоны у их домов. Они предлагают сделать музей под открытым небом, посвященный часовой продукции завода имени Масленникова. Александр Хинштейн отметил, что это станет отличным продолжением комплекса, включающего в себя сад баланса и фабрику кухню, и пообещал помочь с поиском путей для реализации данной идеи. Когда люди сами выступают за то, чтобы менять свою жизнь, свою среду к лучшему, когда они неравнодушны, когда они действительно объединились, им всегда нужно идти навстречу, всегда нужно их поддерживать. Также на личном приеме обсудили дальнейшую судьбу школы Олимпийского резерва в Куйбышевском районе. Она будет работать под шефством Самарского судостроительного предприятия, которое будет поддерживать территорию за свой счет. А также прозвучали другие вопросы коммунального и бытового характера, включая переселение из аварийного жилья, благоустройство дворов, неживание земли и выплаты по инвалидности. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. В Самаре на аэропортовском шоссе от Зубчининовского шоссе до путепровода Смышляевский укладывают новый асфальт. Ремонт ведется и на Смышляевском шоссе на отрезке от железнодорожного переезда до улицы Шоссейной. Там фрезеруют старое покрытие. Участки обновляют после многочисленных обращений горожан. Работы по ремонту дорог местного значения проводят на дополнительные средства, выделенные по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Напомним, этой осенью работы ведутся по четырем дополнительным муниципальным контрактам. Ранее Департамент городского хозяйства и экологии заключил их с подрядчиками, которые определены в результате конкурсных процедур. В ходе масштабной дорожной ремонтной кампании в нормативное состояние продолжают приводить не только автодороги, но и тротуары, лестничные марши. Справиться с задачами подрядные организации должны до конца дорожно-строительного сезона. Очень хорошо. Везде бы так дороги делали, как тут начали делать. Будет меньше пробок по-любому. Увеличат трафик по этой дороге, то есть разгрузят город опять же. Прививку от гриппа сделали уже более 727 тысяч жителей Самарской области. Из них свыше 125 тысяч – дети. В группе риска, по словам медиков, пенсионеры, беременные, дети, сотрудники медицинских учреждений, а также люди с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом. Есть ли противопоказания у вакцины, узнал наш корреспондент. Художественный руководитель Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков каждый год проходит вакцинацию в больнице номер 2. Обычно Михаил делает прививки от гриппа, но на этот раз, прислушавшись к совету врача, решил защитить себя и от пневмонии. Рассказывает, благодаря вакцинации сезонные заболевания переносят без осложнений. Некоторые люди у нас сейчас сомневаются в том, что надо делать прививки, но я считаю, что непрофессионалы, люди, которые в этом не разбираются, они не могут судить о том, насколько прививка важна и нужна. Я же человек из того, в той эпохе, того времени, когда нас всех прививали, и никто не подвергал никакого сомнения, только благодарны. По словам врачей, если вы чувствуете недомогание, вакцинацию лучше отложить. Необходимо, чтобы человек был здоров, чтобы последние две недели не было обострений хронических заболеваний и не было острых вирусных инфекций. После инфекции где-то через дней 10 нормализации температуры, в выздоровлении можно смело делать прививку. После вакцинации иммунитет формируется в течение двух недель. Медики уверены, сейчас лучшее время для того, чтобы сделать прививку. Информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно найти на сайте областного министерства здравоохранения. Полина Чулюкова, Августина Охременко, Григорий Плешаков. События. В этом году в Самарской области единовременную выплату в связи с рождением ребенка получили 18 550 семей. На это было выделено почти 475 миллионов рублей. Право на пособие предоставляют на каждого ребенка. Его размер 24 604 рубля. Получить его могут как работающие, так и неработающие родители при условии гражданства Российской Федерации и проживания в России. Также выплату могут оформить опекуны, усыновители или приемные родители. Работающим гражданам выплату назначают автоматически в течение 10 рабочих дней после получения сведений из АГСа. Неработающим родителям нужно подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе соцфонда в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. В Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева увеличена единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы. В общей сложности заключивший контракт получит 1 миллион 205 тысяч рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора на военную службу или в любом из военных комиссариатов. Ветеран специальной военной операции Фарид Мефтахов рассказал историю своей жизни, почему он принял решение уйти на СВО и как служба повлияла на его жизнь, узнал наш корреспондент. Решение принять участие в специальной военной операции житель Самары Фарид Мефтахов принял в марте 2023 года. А уже в апреле оказался за ленточкой. Там служил в противовоздушной обороне. В его обязанности входила охрана военной части от противника. С военкомата позвонили в часть, где были локарные должности на замещение. И с частью уже пришло отношение. Нет, с частью мне вообще повезло. Там спасибо командиру части, командиру оперы. То есть там был такой порядок навезен. В первую очередь налажен был быт душевые, баня, круглосуточно горячее питание. В сентябре 2023 года Фарид получил ранение. Его отправили в госпиталь на лечение. Затем была реабилитация. А после выздоровления Фарида комиссовали. Дома его ждали жена Эльвира и сын Барий. Я ребенку не сказала, что он придет до последнего. И надо было, наверное, заснять, как он его встречал, потому что это было прям очень трогательно. После окончания службы Фарид решил подать заявку на участие в президентской программе «Время героев». Он успешно прошел курс повышения квалификации по направлению «Современное публичное управление». Сейчас Фарид вновь проходит обучение, но уже по региональной программе «Школа героев», иницированной губернатором Вячеславом Федорищевым. Уверен, и в тылу сможет принести пользу родине. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. С вниманием к безопасности автолюбителей и пешеходов. В столице региона прошла пресс-конференция, посвященная старту всероссийской социальной кампании. «Продвижение безопасности». Жители города ждут интерактивы и новые знания. Где будет проходить кампания, и кто сможет стать участником, узнала Полина Чирюкова. Безопасность превыше всего, особенно на дороге. Совсем скоро самарцы смогут освежить свои знания правил дорожного движения прямо на заправках. С 10 октября в Самаре стартует всероссийская социальная кампания «Продвижение безопасности». На пяти заправочных станциях города волонтеры будут предлагать автолюбителям ответить на вопросы о правилах дорожного движения и напоминать о необходимости соблюдения скоростного режима на дороге. «Очень актуальная тема. Хотелось бы отметить, что достаточно большое количество дорожных происшествий совершаются по причине несоответствия скорости конкретным условиям. Таких дорожных происшествий совершено на территории Самарской области 178 ДТП. 163 ДТП – неправильно выбрать дистанции». География Всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности» охватит 40 субъектов Российской Федерации. Ее цель – популяризация безопасного движения на дорогах и соблюдение скоростного режима, чтобы снизить количество ДТП и тяжесть их последствий. «Безопасность движения – это тема, о которой, вернее, можно говорить постоянно и нужно говорить постоянно. Мы все – автолюбители, дети, старики, взрослые, молодые – все сталкиваемся постоянно с транспортом в любом качестве. И тема безопасности, конечно, встает во главе угла. Акции своевременные, акции совершенно нужные и правильные». Каждый, кто примет участие в кампании, получит сувенир. Продлится она до 4 ноября. Полина Чулякова, Николай Епифанов. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самарской квартире на улице Каховской, 16А, потушили пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Огонь охватил домашние вещи на площади 30 квадратных метров. В результате инцидента эвакуировали 9 жителей, одного человека спасли, уточнили в ведомстве. Для ликвидации пожара направили 36 специалистов и 8 единиц техники. В Тольятти в ДТП погиб водитель. 60-летний мужчина, управляя Ниссаном, не предоставил преимущества 31-летнему автомобилисту, который ехал на ВАЗ-2114. Машины столкнулись. В результате аварии водитель Ниссана погиб на месте. А мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, госпитализирован в одной из городских больниц, сообщили в Главном управлении МВД России по Самарской области. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Баритон Самарского театра оперы и балета Георгий Цветков прокомментировал свое состояние после нападения. Он заявил, что чувствует себя значительно лучше и рассчитывает ко времени выступления на сцене Большого театра в Москве полностью восстановиться. Напомним, в ночь с 5 на 6 октября, недалеко от парка Гагарина, на заслуженного артиста Самарской области Георгия Цветкова напали неизвестные. Сейчас он находится на лечении в больнице имени Пирогова. Выступление Самарского коллектива с оперой «Мастер и Маргарита» запланировано в Большом театре в Москве на 17 октября, где баритон исполняет партию Иешуа. Центральный Банк России выпустил в обращении инвестиционную золотую монету Георгий Победоносец с номиналом 100 рублей. Тираж до 100 тысяч штук. Проба 999. На лицевой стороне рельефное изображение государственного герба. Надписи Российской Федерации, Банк России, номинал 100 рублей. Дата выпуска 2024 год. Обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева. Проба товарный знак монетного двора, масса драгоценного металла в чистоте. Наоборот, на Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея. Боковая поверхность рифленая. Качество чеканки uncirculated. Монета является законным средством платежа на территории России. Ее обязаны принимать для оплаты без ограничений. Нежные чувства. В театре «Самарская площадь» состоялась премьера спектакля, поставленного по пьесам-шуткам русского писателя и драматурга Антона Чехова. Подробности в нашем сюжете. Ини-янь, день и ночь, лед и пламя. Это противопоставления отражены в пьесах, шутках, предложения и медведь русского классика Антона Чехова. И хотя они написаны легко и непринужденно, затрагивают важные аспекты человеческой жизни. Уверен режиссер спектакля «Нежные чувства» Александр Кладько, который объединил две пьесы в спектакль, который представил на сцене театра «Самарская площадь». Шутки Чехова знают все. Они, по-моему, даже входят сейчас в школьную программу. И тем не менее, такой серьезный драматург, как Чехов, тоже писал легко, весело и непринужденно. Александр Кладько, он вообще уважает очень комедийный жанр. И надо отдать ему должное, он очень хорошо в нем работает. И поэтому он выбрал Чехова. Актриса театра Вероника Агеева сыграла роль вдовы во второй части спектакля «Нежные чувства». Рассказывает и редко участвует в комедийных постановках. Но спектакль «Нежные чувства» стал исключением. Это очень легкий, но в то же время очень современный автор, я считаю. Он старается через что-то позитивное перенести нас на какую-то серьезную тему. Все зависит от того, как ставить, как решить. Можно и его комедии решить так, что это будет абсолютная драма. А можно и драму решить так, что это будет такая настоящая комедия веселая. Премьера спектакля «Нежные чувства» приурочена к 165-летнему юбилею русского писателя и драматурга Антона Чехова, который будут отмечать в следующем году. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. Отточенные движения и яркие эмоции. В Самару съехались спортсмены из России, Армении и Казахстана. Здесь прошел пятый открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по традиционному и спортивному карате. За ходом соревнований наблюдала Полина Чулякова. Испытать себя и оценить мастерство других. Карате – вид спорта, который учит внутренней гармонии, умению владеть собой и уважению к противнику. В Самаре прошел пятый международный открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по традиционному и спортивному карате. Свои умения показали более двухсот спортсменов. Карате воспитывает не только физически. Здесь очень важную роль играет именно психологические аспекты. Потому что уважение взрослых, уважение слабого, уважение самого себя, традиции. Потому что карате в первую очередь – это традиция. Дети – это наше будущее. И это здорово, что у нас есть такие возможности, такая, скажем так, да, возможность и желание у наших детей есть участвовать. И очень хорошо, что родители поддерживают детей. Карате-шотокан – один из стилей борьбы, который показали спортсмены. Турнир открыли совсем юные каратисты, которые продемонстрировали не только кату, то есть связанную последовательность техник, ударов и стоек, но и кумите – поединок с реальным противником. Несмотря на возраст участников, бои не оставили равнодушными никого. Особенно переживали тренеры. Соревнования боевых искусств – это проверка себя. Проверка духом, проверка побоишься, не побоишься показать себя. Самое главное – над собой, победу сделать над собой. Татане имеют возможность, помимо что выиграть над собой, еще попробовать показать, что ты умел и научился, и попробовать выиграть такого же спортсмена, такой же квалификации, а может быть и старший. География соревнований охватила сразу три страны – Россию, Армению и Казахстан. Ангелина Головатова из Казахстана приехала на турнир в Россию не впервые. Несмотря на юный возраст, у девочки уже богатый спортивный опыт. Ангелина рассказывает – на татане выходят без волнения и страха. И чувствует поддержку тренера, который привозит спортсменов в Россию не первый год. Там красивые приемы, мне очень нравится, потому что это очень красиво для меня. Раз в год мы приезжаем в Россию на соревнования, для того, чтобы обкатать наших спортсменов, чтобы поучаствовать сильнейшим спортсменам в России. Турнир прошел при поддержке Самарской региональной общественной организации «Армянская община». Победители получили не только незабываемые эмоции, но также кубки и медали. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Администрация Красноглинского района в своем телеграм-канале рассказывает о людях, прославивших район. Среди них Ирина Козлова, преподаватель детской школы искусств номер 16. Она активно участвует в работе методического объединения, выступает на конференциях, семинарах, дает открытые уроки. Большое внимание Ирина Александровна уделяет подготовке воспитанников к участию в конкурсах. За последние три года ее ученики 59 раз становились лауреатами конкурсов и фестивалей различного уровня. 12 раз удостаивались высшие награды конкурсов Гран-при. В Кировском районе завершены работы по благоустройству еще одной детской площадки, сообщает администрация Самары. По адресу Юбилейная 53 в рамках областного проекта «Содействие» появилось еще одно современное безопасное пространство для игр и активного отдыха. На площадке установлено детское, спортивное и парковое оборудование. Зона для отдыха оснащена комфортными скамейками и урнами. На всей территории детской площадки уложены безопасные прорезиненные покрытия, обладающие антискользящим свойством. Установлены качели, карусели, теннисный стол, оборудование для игры в баскетбол. Метеоридный дождь Дракониды пройдет вечером и ночью с 8 на 9 октября, сообщает телеграм-канал администрация Железнодорожного района. Астрономы обещают захватывающее явление – до 15 крупных и ярких метеоров в час, пик активности которых придется на 16 часов по московскому времени. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова